Сергей Родионов учится на художника в Санкт-Петербурге. Из-за эпидемиологической ситуации приехал на родину в этом году пораньше. Без пленеров долго сидеть не смог и отправился творить на дачу. Практика отложилась в связи с эпидемией, поэтому приходится самостоятельно обучаться. Живем в городе, это главный отдых на природе. А Валентина, дачница заядлая, в отличие от Сергея, на участок едет не за вдохновением, а совершать трудовые подвиги. Говорит, не терпится взять в руки лопату и грабли, чтобы покопошиться в саду. В субботу, воскресенье, когда и в пятницу, куда уеду, вот здесь, куда приеду. Мы очень рады, ждали, с нетерпением, вот от такой радости. Ой, автобус, доченька. В Самаре запустили 29 дачных маршрутов. 55 автобусов, как и в прошлом году, будут курсировать 4 дня в неделю. По средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Каждой вместимостью 104 человека. Первый день перевозок показал, что этого достаточно. Дачными маршрутами воспользовались меньше самарцев, чем в прошлом году. В каждом автобусе была возможность соблюдать социальную дистанцию. У нас продолжает действовать масочный режим, поэтому мы говорим всем, без маски на остановку лучше даже не приходить, потому что в автобус нас не пустят. Ну, к счастью, мы видим, что пассажиры с пониманием к этому относятся. Вот сегодня автобусы у нас отправляются, и все в масках, все соблюдают. Остановки дачных автобусов не изменились по сравнению с прошлым годом. Среди них автостанция «Аврора», «Хлебная площадь», улица Георгия Димитрова. Исключение составила лишь улица Физкультурная, на которой сейчас ремонтируют теплотрассу. Так что автобусы номер 157, 185К, 198 будут отправляться от остановки площадь имени Кирова по проспекту Кирова с четной стороны. А автобусы маршрутов номер 146, 147 и 182 от остановки площадь имени Кирова, но расположены по нечетной стороне улицы Победы. Высаживающие пассажиров этих автобусов будут также на остановке площадь имени Кирова по улице Победы в районе дома номер 110. Пассажирам необходимо также учесть, что в этом году маршрутное расписание скорректировано. С ним можно ознакомиться на сайте администрации Самары. Кроме того, точное время прибытия автобуса размещено на остановочных павильонах и отображается в онлайн-приложении «Прибывалка-63». Стоимость проезда по сравнению с прошлым годом не изменилась. Все виды льгот на садово-дачных маршрутах продолжают действовать. Проезд по социальной карте, карте школьника, садово-дачной транспортной карте. Также возможен проезд без льгот за наличную и безналичную оплату. Дачные перевозки проработают традиционно до конца октября. Мария Левина, Николай Епифанов. События.